Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Меня зовут Екатерина Лукашенко. И сейчас главные темы этого выпуска. Во вторник он покинул кресло министра. Вчера его кабинет обыскали, а сегодня задержали. Экс-министра лесного хозяйства Дмитрия Масладудова заподозрили в получении крупной взятки. Тестовая партия вакцины от коронавируса поступит в Красноярск в течение недели. Кто первым сможет привиться от COVID-19? В пять лет родственники погибших в страшной аварии не могут получить компенсацию. По суду деньги должна выплатить автоколонна 1967, но от ответственности компания уходит. Не только школьники сейчас мечтают стать блогерами, но и учителя. А некоторые даже становятся звездами сети, как интернет помогает стирать грань между поколениями. В Красноярске задержали экс-министра лесного хозяйства края Дмитрия Масладудова. Его подозревают в получении крупной взятки, а его брата в посредничестве. Об этом сообщает Краевой следственный комитет. По версии силовиков, с марта 2018 года министр лесного хозяйства помогал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Номинальными учредителями фирмы являлись знакомые его брата, а фактически руководил сам брат. Министр давал указания лесничествам Енисейского района оформлять участки под рубку леса. За два года Юрий Масладудов получил более 7 миллионов рублей, 4 из которых он передал брату Дмитрию Масладудову. Сейчас бывший министр задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его брат Юрий Масладудов находится под арестом. В отношении него расследуется уголовное дело о незаконных вырубках леса. В настоящее время, на данный момент уже бывший министр лесной промышленности задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатестом об избрании в отношении него меры пресечения, где заключение под стражу. Брат министра Юрий Масладудов также находится под стражей в рамках расследования полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений. В ходе проведения обыска в служебных кабинетах по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования уголовного дела. Напомню, об отставке Дмитрия Масладудова стало известно 15 сентября, а накануне в Минлесхозе прошли обыски. Сотрудники полиции обыскали кабинеты бывшего министра Дмитрия Масладудова и начальника отдела инвестиционных проектов Максима Скворцова, а также автомобили, которые использовали сотрудники вендомства. И в продолжении темы задержаний. Директора клиники «Чистый город» и предполагаемого поджигателя отправили в СИЗО на два месяца. Сегодня в железнодорожном суде рассмотрели дело о пожаре в наркологической клинике, где заживо сгорели четыре пациента. Директора 45-летнюю Ольгу Бескровную обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, отсутствовали средства защиты и не проводился инструктаж. Во время заседания директор сообщила, что готова сотрудничать со следствием, скрываться не собирается. После этого суд арестовал на тот же срок подозреваемого в поджоге Дмитрия Еремина. Следствие считает, что он поджег штору в палате и спровоцировал пожар. Сам мужчина вину отрицает и заявляет, что ничего не помнит, потому что ему, цитата, уколов наделали. Подозреваемый рассказал, что вспоминает только тот момент, когда его забрали родные и увезли в Козульку. Адвокат мужчины тем временем настаивает на его невиновности. По его словам, причины возгорания не установлены. Принципиальный вопрос не в том, мой ли подзащитный на видео, а в том, какова причина поджога. Об этом все присутствующие в судебном заседании могли абсолютно открыто убедиться. Следователь не знает ответа на данный вопрос. Причина возгорания до настоящего времени не установлена. В отсутствие установленной причины возгорания говорит о том, что произошло убийство. Тем более убийство, отягощенное квалифицирующими признаками преждевременно. Как минимум, сильно преждевременно. Адвокат также добавил, что намерен обжаловать решение суда в ближайшее время. Напомню, клиника «Чистый город» загорелась накануне ночью. В результате пожара погибли 4 пациента и двое пострадали. Они сейчас в больнице на аппаратах ИВЛ. Позже следственный комитет опубликовал видео поджога. На нем видно, как в одной из палат мужчина поджигает штору. Когда огонь начал распространяться, он и его соседи убегают. В ходе следствия выяснилось, что клиника не имела права оказывать стационарные услуги. А это значит, что ночью в учреждении никого быть не должно. Тестовая партия вакцины от коронавируса поступит в Красноярский край в течение недели. Об этом сообщили в Краевом Минздраве. В рамках третьего этапа снятия ограничений регион получит небольшое число доз, чтобы отработать транспортировку препарата и соблюдение условий хранения. О массовой вакцинации речи пока не идет, но планируется, что она начнется в ноябре. Добавлю, что сегодня препарат уже доставили в Хакасию. Первыми вакцину получат 48 медиков, сообщает местный Минздрав. Напомню, в начале августа Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник-5» разработали в Институте Гамалеи. Его производство началось 15 августа. Он уже прошел первые клинические испытания. На прошлой неделе началась третья фаза исследований, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев. В России не планируют возвращать режим самоизоляции. Об этом сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких оснований для введения самоизоляции повторно сейчас нет. Он напомнил, что во время острой фазы борьбы с COVID-19 были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения. Эту работу контролировал правительственный штаб, а Владимир Путин еженедельно принимал в нем участие. Песков отметил, что Россия спокойно справится со второй волной коронавируса. Поэтому власти не рассматривают вопрос повторного введения самоизоляции в стране. Обсуждение этого вопроса возникло на фоне роста заболеваемости. Накануне в России зафиксировали максимальное количество новых больных с 26 июля. А общее число умерших пациентов с коронавирусом превысило 19 тысяч человек. И прямо сейчас подробнее о статистике по коронавирусу. Количество заболевших в России растет пятый день подряд. За последние сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших достигло отметки в 1 миллион 91 тысячу человек. За сутки в стране зафиксировали 134 летальных случая. Выздоровели почти 5 с половиной тысяч пациентов. В Красноярском крае за сутки от COVID-19 скончался один человек. Всего с начала пандемии жертвами вируса стали 526 жителей края. За минувшие сутки зарегистрировали 103 пациента с подтвержденным диагнозом. Всего более 18 с половиной тысяч. По общему числу заболевших край находится на восьмом месте среди всех регионов. В этом году исполнилось ровно пять лет с момента двух автокатастроф под Красноярском. Два рейсовых автобуса с разницей буквально в две недели попали в идентичные аварии. Лобовое столкновение. Жертвами двух смертельных ДТП тогда, в 2015-м, стали 22 человека. Все это время семьи погибших добиваются материальной компенсации. По решению суда деньги должна выплатить компания «Автоколонна-1967». Именно это предприятие и занималось тогда перевозкой пассажиров. Почему так вышло и есть ли у людей надежда получить положенные им по закону деньги, выясняла Анна Кузьмина. Это мой сынок служил. Вот какой мой сынок был. А это уже его сынок отслужил в ВДВ. Да, это мой внук. А это мой сын. А это моя внучка. На тот момент ей было шесть лет. Сейчас она учится в пятом классе. Ни одной копейки не получила за своего разорванного отца. И даже спустя пять лет после пережитого горя эмоции Антонины Андреевны не утихают. В той страшной аварии под Балахтой она потеряла своего сына. Правда, сейчас скорбь постепенно уступает место злости. Ведь ее внуки остались без кормильца. Ему было 45 лет. У него была семья, у него детки хорошие. А зачем? Вот вы представляете, просто нет и все. Нет вот его. Вот вы представляете, вот, например, Маша, она сильно скучает по отцу. Она его очень сильно любила. И вот, представляете, как мы живем. Ее сын был водителем микроавтобуса «Мерседес». 9 июля он ехал по маршруту Лиссосибирск-Шушенская. Однако примерно в 5 утра ему навстречу вылетел рейсовый автобус «Хендай». От лобового столкновения микроавтобус, за рулем которого и был сын Антонины, буквально разорвало на части. 10 пассажиров «Мерседеса» и сам шофер погибли. В отношении водителя рейсового автобуса тогда возбудили уголовное дело. Как и в отношении владельца транспорта автоколонны 1967. Суд обязал предприятие выплатить родственникам погибших денежную компенсацию. Однако денег до сих пор не получила ни одна семья, рассказывает Виктор Артурович. Его супруга стала одной из жертв той катастрофы. С автоколонны вообще никто не связывался, ничего не было от них. Даже извинений. Просто так, чисто по-человечески. Автоколонна всяческими путями затягивала этот процесс. И за этот период, в 2017 году только приговор был, все-таки признали водителя автобуса виновным в этой страшной аварии. Тогда выяснилось, что водитель совершал четвертый рейс подряд, что нарушает режим рабочего времени. Однако ровно через 13 дней после первой аварии трагические обстоятельства повторились один в один. На этот раз автобус другого филиала автоколонны 1967 врезался в грузовик на Зеледеевской трассе. Погибли два водителя грузовика и девять пассажиров автобуса. В рамках расследования автоколонны 1967 выявили ряд нарушений законов. А по суду назначили выплатить пострадавшим материальную компенсацию, общая сумма которой почти 10 миллионов рублей. Когда приставы начали беспокоить автоколонну 1967 «Восток», они решили, что пришла пора банкротиться. И, собственно, сами же инициировали этот процесс банкротства. Но на данный момент складывается впечатление, что они как не хотели что-либо выплачивать, так и продолжают не хотеть. Чтобы ускорить процесс выплат, арбитражный суд в 2018 году назначил конкурсного управляющего. Его задача – распродать все имущество на торгах и с этих средств выплатить компенсации. Однако, по словам управляющего, денег не хватает. У должника ООО «Автоколонна 1967 «Восток» на момент введения конкурсного производства 21 августа 2019 года имелось 5 транспортных средств и один радиатор на общую стоимость 3 миллиона 849 тысяч 500 рублей. Имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. И только по результатам рассмотрения арбитражным судом и исковых заявлений конкурсного управляющего можно будет говорить об удовлетворении требований кредиторов в первой реестровой очереди. С нами сегодня директор «Автоколонны 1967» разговаривать не стал. По словам его подчиненных, его на рабочем месте не было. А другие руководители прокомментировать ничего не могут. А после того, как съемочная группа зашла на территорию организации, нас попросили уйти. Ну и все, попросили на выход вас. Сейчас вопросом возмещения долгов будет заниматься конкурсный управляющий. По ее словам, она будет пытаться оспорить все сделки купли-продажи, сделанные ранее, и привлечь учредителей заплатить долги из своих средств. Анна Кузьмина, Софья Питеркина, Сергей Токарев, Николай Чистяков. Новости ТВК. Беларусь закроет границы с Литвой и Польшей, а также усилит охрану границы с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что страна вынуждена отвезти войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, а также усилить границу с Украиной. По его словам, Беларусь, цитата, «не встанет на колени, даже если останется в одиночку», конец цитаты. Помимо этого, глава белорусского государства обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить, как он выразился, своих безумных политиков, чтобы не дать развязаться войне. Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей и хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины. Остановите своих безумных политиков! Не дайте развязаться войне! Напомню, вот уже больше месяца в Беларуси не угасают протестные акции. Страна находится в условиях жесточайшего политического кризиса, подобного которому в ее истории еще не было. Люди выходят на массовые митинги, выступают против результатов президентских выборов 9 августа. Тогда ЦИК объявил победу Александра Лукашенко. По официальным данным, он набрал чуть больше 80% голосов избирателей. Однако сами белорусы своим президентом считают не Лукашенко, а Тихановскую. Об этом заявил основатель крупнейшего белорусского медиа в интервью Юрию Дудю. Блогер выпустил видео о редакции телеграм-канала Нехта, которые читают более 2 миллионов человек. Еще два других телеграм-канала проекта в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков. Большая часть видео – это интервью с основателем Нехта Степаном Путило. Именно он и назвал Тихановскую реальным лидером страны, потому что видел сотни протоколов на участках, где, по его словам, фальсифицировали голоса. Так, считает Степан, результат августовских выборов должен был быть другим. Но, по мнению журналиста, не это заставило многих выходить на массовые протесты. Когда Дудь спросил героя о последней капле терпения белорусского народа, Степан ответил, что людей возмутила неоправданная жестокость. Люди сейчас массово вышли не после выборов. Люди вышли после избиений. То есть после выборов вышло там, ну, в Минске, в лучшем случае, 7-10 тысяч. Когда эти 7-10 тысяч получили по голове? Да, несколько дней причем. 9-го, 10-го, 11-го. 12-го уже начали выходить девушки, цепи солидарности. И это стало таким толчком к массовым протестам. Такому сплочению людей, говорит Степан, способствует именно интернет. Не зря его блокировали власти. Но именно Телеграм им победить не удалось. Поэтому, по словам основателя НЕХТА, ходили слухи, что их редакцию тоже хотят вывести за границу, как и других оппозиционеров. Правительство России увеличит расходы на выборы в Госдуму на 4 миллиарда рублей. Таким образом, общие расходы на думские выборы возрастут до 16 миллиардов. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Согласно документу, расходы Центра избиркома в 2021 году вырастут почти на 30% по сравнению с запланированным бюджетом и составят более 16 миллиардов рублей. Причина проведения выборов в Госдуму 8-го созыва. Для сравнения, на последние думские выборы в 2016 году потратили 10 миллиардов рублей. Всего же на будущий год Министерство финансов выделит Центр избиркому более 20 миллиардов рублей. На 2022 год почти 4 миллиарда, а на 2023 более 23 миллиардов рублей. Бионорда на красноярских улицах больше не будет. Об этом заявил глава Красноярска Сергей Еремин накануне на встрече с журналистами. По его словам, мэрия отказалась от закупки скандально известного реагента. Однако это не значит, что улицы не будут посыпать химическими веществами. Сейчас над новым материалом уже работают производители и ученые, в том числе из СФУ. Добавлю, ранее депутаты Гурсовета предложили мэрии отказаться от использования Бионорда. Его начали использовать вместе с песчано-соляной смесью два года назад. Тогда же красноярцы начали массово жаловаться, что химическое вещество, по их словам, портит обувь, вредит обшивке автомобилей, а домашние животные получают химические ожоги. В итоге от Бионорда власти все же отказались. Бионорда – это маленький промежуточный этап того, что мы должны использовать. Мы не должны подвисать на этом и какие-то копья ломать. Мы должны идти дальше. Поэтому наша задача – самый современный материал на сегодняшний день будет, он будет в Красноярске. Вот простая задача. Живые деревья в обмен на макулатуру и пластик. На территории прогимназии номер 131 состоялась торжественная высадка елей. Прогимназия стала одной из трех школ, победившей в Краевой экологической олимпиаде 2019. Подробности в сюжете Алины Малиевой. Вот так дружно и весело ученики второго байкласса помогают высадить саженцы ели. И самое главное для них, что деревья ребята заработали своим трудом, победив в Краевой экологической олимпиаде. Красноярская рециклинговая компания выступила партнером олимпиады и вручила ее победителям специальные зеленые подарки. Видно, какие активные дети, как они заинтересованы, как горят у них глаза. И, соответственно, мы не могли остаться в стороне. И нам очень приятно вкладывать свою частичку в воспитание детей, в их сознание, в будущие экологии. Потому что потом на этих детей будут равняться и другие дети, и вполне возможно многие взрослые. За время соревнований ученикам прогимназии удалось собрать 507 килограммов макулатуры и 412 килограммов пластика. Классный руководитель 2-го Б рассказывает, что ребята очень ответственно подошли к этому заданию. Помогали и напоминали родителям, сами собирали все необходимое, а на переменах даже соревновались между собой, кто больше принес пластика. У нас есть специальный утилизатор. Мы туда складываем пакет с бутылками пластиковыми. А зачем вы это делаете? Чтобы природа была чистой. В прогимназии проходят экологические уроки, а также детей учат раздельному сбору отходов. Для применения полученных знаний на практике Красноярская рециклинговая компания подарила прогимназии баки для раздельного сбора мусора, которые установили на территории школы. Я уверена, что экологическое просвещение, оно просто необходимо. Это вторая экологическая олимпиада. У нас сейчас уже идет третья экологическая олимпиада. У нас до 10 ноября принимаются заявки. До 15 ноября окончание приема заявок, рассмотрение, то есть выбор победителей. Музей Геус и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края приглашает школьников принять участие в Третьей краевой экологической олимпиаде. А Левобережный региональный оператор обещает будущим победителям памятные подарки. Подробности на сайте Музея геологии. Алина Малиева, Александр Карпов, Новости ТВК. Мэрия Красноярска объявила тендер на новогодние городки в Советском районе. Как скверы и дворы украсят к празднику, об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Два сквера в Советском районе Красноярска подготовят к Новому году. Речь идет о сквере космонавтов и в Солнечном. За 1 млн 249 тысяч рублей здесь построят ледовые городки и фигуры с подсветкой. Монтаж ели, праздничных сцен и другое обустройство в закупку не входит. Кроме изготовления ледовых городков, подрядчик должен будет следить за их состоянием до марта следующего года. На портале Госуслуг появился сервис по оценке школьного питания. Об этом сообщили в Минцифры России. Отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе можно оставить через форму обратной связи. Сервис доступен пользователям Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Ответ на обращение поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя в течение 15 дней, рассказали ведомстве. В России предложили ввести студенческий капитал по аналогии с материнским. По мнению автора инициативы, депутата Федота Тумусова, при поступлении в ВУЗ на имя каждого студента должен открываться специальный банковский счет. К выпуску там должно накопиться 500 тысяч рублей. Если это колледж или лицей, то 250 тысяч. Парламентарий считает, что это поможет выпускникам во время поиска работы. Добавлю, что в ближайшее время этот законопроект поступит на рассмотрение в правительство. В России могут создать единый открытый реестр педофилов, которые освободились из тюрьмы. С таким предложением выступила детский амбусмен в России Анна Кузнецова. Об инициативе она рассказала на своей странице в Инстаграм. Вопрос о создании реестра вновь начали обсуждать после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области. Добавлю, сегодня стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании. Это Виталий Молчанов. По версии следствия, он мог убить школьниц из ревности. Молчанов решил, что возлюбленная поздно возвращается домой, поскольку находится с другим мужчиной и расправился с детьми. Следственный комитет опубликовал в сети оперативное видео с места преступления. В Госдуме идею создания реестра педофилов поддержали. И зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Однако она усомнилась, что одно только создание реестра не решит проблему педофилии в стране. По ее мнению, за преступниками необходим строгий контроль. Они должны постоянно проходить психологическое тестирование. Такого же мнения придерживается и детский амбудсмен в Красноярском крае Ирина Мирошникова. В таком случае у нас действительно все лица, имеющие судимость по определенным статьям, они у нас будут на учете. Но это же половина дела, а может быть только начало дела. Я не обладаю информацией о том, чтобы как-то звучало, как дальше с ним работать. Кто как будет их отмечать, посещать, контролировать. Вот если это будет разработано, я думаю, что это тогда сработает в комплексе мероприятий. Если комментировать только создание самого этого реестра, ну вот мне кажется, этого недостаточно. Инста-домашка и лайки под фото в подарок учителям. Образование в России меняется под давлением популярности социальных сетей. Сегодня граница между личным и рабочим у педагогов стерлась. Теперь их ученики, они же их подписчики. Некоторые красноярские учителя не стали закрывать свои профили, а наоборот пустили силу соцсетей во благо. Как? Подробности в сюжете новостей ТВК. Вот у нас выпускной. То есть тут все родители, меня тут довольно сложно найти. Софья Гавриленко, а точнее по нику в Инстаграм, мини-тичер, то есть мини-учитель, 6 лет работала в 85-й школе, учила первоклашек. И за эти 6 лет собрала 5000 подписчиков в Инстаграм. Многим оказалось интересно, как выглядит работа учителя глазами молодого педагога. Разувечить вот эти все мифы о том, что школа – это страшно, тут там родители плохие, администрация неприветливая, дети там не хотят учиться и прочее, я просто начала вести такую страничку и переименовалась мини-тичер, потому что я невысокая и учу маленьких детей. Вот, это имя стало лишним брендом, если там в Красноярске мы никого не нашли. Мини-тичер. Софья ушла из школы по простой причине. Там много не заработаешь. Но младшеклассники, которые сейчас уже в седьмом классе, продолжают ставить ей лайки, комментировать фото. Нарушают ли такие интернет-отношения субординацию? Молодой учитель так не считает. Она убеждена, что учителям давно пора перестать дистанцироваться от учеников. Я считаю, что задача учителя, вот и начальной школы, и среднего, и вообще всех, это вот дать ребенку ощущение такого безопасного взрослого, к которому можно прийти с любой проблемой, который не накричит, а попытается помочь тебе решить какую-то твою проблему. Если вы подумаете, что такой подход поддерживают только начинающие педагоги, которые сами выросли в соцсетях, то познакомьтесь с Ириной Витальевной Кухтачевой, завучем лицея номер два. Учитель химии в Инстаграм – модель для модной одежды, которую шьет сама. Об этом ее блог и две с лишним тысячи подписчиков – в основном швейное сообщество. Но есть там и ее ученики. И потому приходится следить за тем, что постишь. Все равно свой образ жизни, он должен быть, ну, немножко вот такой, каким должен быть учитель, да. Но то, что личная жизнь должна быть, и она должна быть такой же, какой у многих других людей, да, мне кажется, и делиться этим тоже можно, но тоже понимая, что это видят дети. Как же тогда громкие скандалы с учителями, которых уволили после селфи в купальнике? Такую политику завуч Красноярского лицея не признает и надеется, что это останется в прошлом. Учителя с красивым телом, в красивых купальниках демонстрируют, что они могут отдыхать, что они это могут позволить. Мне кажется, это некое человечение профессии. Потому что, ну, все привыкли, что мы в застегнутых рубашках, да, под горло. На самом деле мы такие же люди. Наконец, если ребенок не идет к знаниям, то знания идут к ним, в Инстаграм. Наверное, так подумал педагог гимназии «Универс» Николай Николаевич Шудраков. Своему классу он дает инстазадания по геометрии и математике. Домашку нужно делать в соцсетях. Постить у себя на странице ответ учителю. Задания будут разные. Увидеть подобные треугольники или равные треугольники в жизни в необычных местах. Разрезать какой-нибудь торт или пиццу кусочками размером по пина 6 или пина 3. Ну, грубо говоря, там по 60 или 30 градусов. Это очень хороший способ показать, что математика, которую я преподаю, да и любой другой предмет, он очень часто встречается в жизни. Финальный аргумент в пользу соцсетей и педагогов, если тех, что выше, не хватило. Когда вы последний раз были в гостях у своего классного руководителя? Правильно, все некогда. Дела, дела. А вот учителя всех помнят и ждут. Поэтому поставить класс в одноклассниках гораздо проще, чем приехать в школу. А Хлоповой Ольге Владимировне будет приятно. Сергей Григорьев, Сергей Токарев. Новости ТВК. В лесах Красноярского края накануне пропали сразу три грибника. Двоих спасатели нашли. А вот поиски 57-летнего мужчины под Лесосибирском до сих пор продолжаются. Что нужно делать, чтобы во время тихой охоты не заблудиться, а также важную и полезную информацию от спасателей, расскажет начальник отдела мониторинга Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС Артур Уколов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В течение недели незначительные магнитные возмущения ожидаются 22 и 23 сентября до 3-4 баллов. Метеозависимым людям рекомендуем больше гулять на свежем воздухе и исключить по возможности физические нагрузки. Погода на неделе будет переменчивая с дождями и порывистым ветром. Дневные температуры будут достигать плюс 14 и плюс 20 градусов, ночью не выше плюс 8 и плюс 10 градусов. В крае увеличивается количество бытовых пожаров, на которые гибнут и травмируются люди. За прошедшую неделю в жилом секторе произошел 51 пожар, 8 человек погибло. Обращаемся к жителям частного сектора и многоквартирных домов. Будьте осторожны при эксплуатации бытовых газовых устройств, не используйте самодельные обогреватели. Установите в своих квартирах автономные пожарные извещатели. По статистике, большинство пожаров с гибелью людей происходит в ночное время суток. Установленный в помещении извещатель сразу возвестит о возгорании. В ночь субботы на воскресенье в городе Канске из-за несоблюдения правил эксплуатации электроприборов в многоквартирном доме произошел пожар, в котором пострадала 97-летняя пожилая женщина. При выяснении причин возникновения пожара было установлено, что хозяйка квартиры очень близко поставила к кровати обогреватель. Как результат, загорелся матрас. Напоминаем, при первых признаках пожара звоните по телефону 101 или 112. Сезон сбора грибов и шишек продолжается, и вместе с тем в лесах продолжают теряться люди. За прошедшую неделю в трех районах края спасатели привлекались на поиски пяти человек. Четверо спасены, в Шарыповском районе продолжаются поиски мужчины. Если собираетесь в поход, рекомендуем вам сообщить родным и близким, куда именно вы отправляетесь и когда вернетесь. Планируя отдохнуть на природе, заблаговременно продумайте свой маршрут. Возьмите минимальный набор продуктов, спички, мобильный телефон, компас. Отправляясь в турпоходы, обязательно регистрируйтесь на сайте главного управления. Также не забывайте об опасности встретить диких зверей. У них сейчас усиленное питание. Продолжается месячник безопасности, цель которого выработать у подрастающего поколения навыки к действиям в экстремальных ситуациях. И привитие навыков безопасного поведения на дорогах, быту, на улице. Адаптацию после летних каникул. Организованы уроки безопасности, которые транслируются в соцсетях. Сотрудники МЧС напоминают детям о безопасности. Уважаемые телезрители, смотрите прогноз чрезвычайных ситуаций на канале ТВК на следующей неделе. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok с новым выпуском проекта. Всем привет, это Песочница на ТВК. Разрешите для начала поделиться личным наблюдением. Как только наш проект запустился, мне в личные сообщения в Инстаграм и в наши соцсети ТВК стали приходить сразу масса обращений, а не же жалобы с приглашениями в их дворы. На этой карте уже огромное количество отметок. Я подумал, задумался, интересно, а есть ли такая карта с отметками у наших городских чиновников или управляющих компаний? Если нет, то вот вам подсказка, как можно оформить все обращения от жителей и постепенно их отрабатывать. Мы, собственно, занимаемся ровно этим же. Нас сюда пригласили через мой личный Инстаграм подписчики, за что им спасибо. И вот что пишут. Дорогой ТВК, увидела ваш проект Песочница, далеко ходить не нужно. Наш двор как нельзя подходит для вашего репортажа и для огласки. Копылова, 48. Это соседний дом с нашей телекомпанией. Абсолютно никакого двора и благоустройства у нас нет. Двор полон детей, а гулять и играть им не на чем. Пожалуйста, скажите, что нужно, чтобы вы сняли репортаж о нашем дворе тоже. Ничего не нужно, мы здесь снимаем. Итак, поехали. Песочница расположена посреди травы. Я не назову это газоном, потому что газон это то, за чем ухаживают, но здесь просто бурьян. Но, с другой стороны, песочница новая, вся ее конструкция целая. Песок здесь наличствует, даром, что он мокрый, промокший, потому что над песочницей нет чего. Правильно, козырька. Продолжаем движение, видим какой-то удивительный арт-объект. Видимо, это площадка для маленьких лесорубов. Напилили деревьев и сложили все в одну большую кучу. Чего это ждет, непонятно, но выглядит аутентично, если это действительно какой-то арт-объект. Здесь остатки былой роскоши, не то какой-то аттракцион, не то... Это была сушилка для белья. Стоит, кстати, крепко, но при этом какую функцию выполняет, абсолютно непонятно. Знаменитейшая из нашего детства постсоветского ракета. Тоже, смотрите, стоит крепче крепкого. Детские качели в этом дворе на Копылова 48, думаю, одного возраста с ракетой, которую мы только что увидели. Я даже не знаю, как сказать. В целом, в целом, будто бы даже они, посмотрите, качаются, функцию свою выполняют. Но выглядят ужасно, не смазаны. Наверняка ни одна спина детская здесь повредилась на этих качелях. В принципе, если на них вообще кто-то качается. Ну и вот, если мы увидим, что качели эти ни на что не годны. В этом дворе на Копылова 48 есть хоккейная, она же баскетбольная, она же футбольная коробка. Выглядит, кстати, ухоженно, свежо. Здесь есть несколько спортивных снарядов, и то уже хорошо. Другая часть двора, которой заканчивается, собственно, вся территория возле этого дома, оформлена. Интересно. Вот, посмотрите, есть, например, навес. Здесь получается ландшафт, который учитывает природные элементы. Вот как деревья загнулись, и вот там такой же навес над скамейками. Но что я лично хотел бы отметить, это то, что такой навес понравится, может быть, пожилому поколению или людям взрослым. Вот детям здесь действительно играть негде, что подтверждает слова обратившейся к нам красноярки, жительницы этого дома. Вообще я знаю, что все ходят на Минжинского туда дальше. А здесь, я бы сказала, что тут вот скамейки для взрослых, а для детей там только одна какая-то горка небольшая. Для такого большого двора, по-моему, это очень мало. Тем более детей много. Если управляющая компания слышит, Копылова 48 ждет того, чтобы вы пришли и обсудили с ними, что же делать с вашим большим, очень большим и комфортным, закрытым, почти закрытым двором. Здесь, наверное, можно благоустроить так, чтобы людям нравилось находиться по вечерам здесь.